Игрушки, цветы, записки. У пострадавшего дома жители Ейска организовали народный мемориал. Из-за падения бомбардировщика Су-34 погибли люди. Среди них есть дети. Многие не могут скрыть своих эмоций. Это слишком тяжело. Хочу почтить память. Погибшим. Цветы к стихийному мемориалу возложили Вениамин Кондратьев и Сергей Табельский. Руководитель края вместе с главой МЧС региона обошел дом. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Специалистам предстоит оценить масштабы разрушений. И только после полной экспертизы будет принято решение, смогут ли восстановить дом или нет. Жители пострадавшего дома интересуются у губернатора, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Ведь визуально левая и правая части дома не разрушены. Вы все из первого подъезда? Да. Если будет все хорошо, эксперты уже строительные параллельно работают, то по большому счету, может быть, уже к вечеру, либо к утру уже, может быть, дай бог, будете вселяться. Но давайте подождем. Не будем торопиться. Не будем торопиться. Потому что второй, третий, четвертый подъезд особо вызывает внимание. И, конечно, мы ждем заключения экспертов. Строительных экспертов. Практически никаких опасений не вызывают все подъезды, левая часть дома, правая, извлечения второго, третьего и четвертого. Нам понятно. И если, дай бог, будем восстанавливать, восстановим быстро, и тогда тоже люди второго, третьего, четвертого подъезда вселятся в свои квартиры. Вот для нас максимально нужно сделать все, чтобы быстрее вселиться в свои квартиры. Окончательное решение будет озвучено на оперштабе, отмечает Вениамин Кондратьев. Нужно дождаться экспертной оценки. Сейчас жильцы находятся во временных помещениях, кто-то у родственников. Краевые власти стараются сделать все, чтобы люди вернулись в свои квартиры и были уверены в том, что нахождение там будет безопасным. На заседании оперштаба уже вечером стянулись все службы края и региона, которые уже сутки работают на месте происшествия. Вениамин Кондратьев поблагодарил каждого спасателя, который не только по долгу службы приехал сюда, а ради людей. Хочу подчеркнуть на самом деле слаженность работы всех ведомств, особенно сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, нашего регионального управления, Кубань-Спаса нашего. Всех сотрудников служб, которые принимали участие и принимают в аварийно-спасательных работах, еще раз подчеркну, они многие приступили вчера с вечера и до сих пор находятся на смене. Олег Жанович, вас прошу дать список сотрудников и Министерства по чрезвычайным ситуациям и федеральных, и краевых, и всех иных сотрудников, которые принимали участие, тех, кто наиболее отличился. Это принципиально важно. Люди должны понимать, что мы ценим их подвиг, который на самом деле длится уже сутки. Губернатор напоминает про выплаты, которые подготовили для пострадавших той или иной степени от трагедии. Материальная помощь каждому потерпевшему жильцу дома – 10 тысяч, 50 тысяч при частичной утрате имущества, 100 при полной. 200 и 400 тысяч получат пострадавшие в зависимости от степени вреда здоровью. Миллион положен родственникам погибших. Венемин Кондратьев поручает как можно быстрее запустить механизм выдачи денег. Ведь сейчас у людей нет денег даже на теплую одежду. Завтра мы уже лимиты бюджетных обязательств доведем до муниципального образования. Послезавтра уже, соответственно, люди первые выплаты в части 10 тысяч рублей каждому, кто был в зоне ЧАЭС, мы выплатим. Давайте понимать, люди, которые лишились всего, у них даже нет одежды сегодня элементарной. Поэтому, конечно, они должны купить себе и теплую одежду, и все, что необходимо. Поэтому деньги должны быть доведены в ближайшие дни всем, кому они положат. Глава региона дает понять, хоть все службы и работают на максимум своих возможностей расслабляться рано. За сухими отчетными цифрами стоят судьбы людей, отмечает он. Коллеги, вы знаете, еще первые сутки нам простят люди, а вторые сутки не простят. Еще раз подчеркну. Получается, что они находятся в этом состоянии турбулентности, что недопустимо. Вот мы должны тогда успокоиться, когда они успокоятся. В понимании того, что будет завтра. А мы сегодня спокойные, а они бедные не знают. Поэтому сегодня я надеюсь, что будет ясность для всех жильцов, кроме жильцов, которые проживали во втором, третьем, четвертом подъезде. Но на следующие сутки, то есть завтра, ясность будет для всех остальных жильцов. После заседания Оперштаба озвучивают первые решения. Вениамин Кондратьев, убедившись лично в состоянии конструкции дома еще днем, а затем выслушав доклады ответственных служб уже на заседании, заявляет, к шести часам вечера жильцы квартир, которые не заделав ЧАЭС, могут вернуться домой. По предварительной информации, многоэтажку можно восстановить. Угрозы обрушения нет. Жильцы подъезда в 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 с 18.00 текущего времени суток могут возвращаться в свое жилье, в свои квартиры. Это важно. Это важно, потому что, конечно, для людей важна определенность. И сегодня, я уверен, что сейчас информацию они тут получают. Я здесь благодарен экспертам, которые параллельно занимались оценкой ситуации и на штабе доложили о том, что конструктивные особенности, в том числе и дома, не претерпели никаких изменений, которые бы повлияли на безопасность, в том числе людей, которые будут проживать в квартирах. Что касается центральной части дома, это 2, 3 и 4 подъезды, там 76 квартир. Там в ситуации требуют уточнения по уже аварийно-восстановительным работам только этой части. Будет принято конкретное решение по срокам восстановления, по способу восстановления, ну и, конечно, по целым объемам работ восстановления и конкретным шагам восстановления вот этого промежутка дома, этой части дома. Те, кто лишился крови, останутся в пунктах размещения до тех пор, пока им будет нужно. Им оказывают всестороннюю поддержку. Прокуратура края разведена приемная. Еще со вчерашнего вечера уже мы реагируем на все вопросы, требования, жалобы граждан. И в пункте временного размещения он также есть приемная. Мы помогаем людям сегодня. Каждый говорит о том, что ему нужно, какие проблемы, вопросы. Стараемся решать сразу же, мгновенно. Ну это, конечно же, вопросы и по документам восстановления прав. Многие сегодня находятся там пожилые, без лекарств, необходимо им помогать. Ну и, конечно же, они еще сегодня близких спрашивают о том, где находится, что с их дальнейшей судьбой. Это очень важно. Подразделения МЧС России закончили разборку загвалов и проведение поисково-спасательных работ. И тем самым мы переходим в следующую фазу проведения аварийно-восстановительных работ. Непосредственно сейчас мы оказываем помощь в доступе жильцов в свои квартиры для того, чтобы взять документы, какие-то необходимые вещи. Сейчас на месте крушения закончились поисково-спасательные работы. Предстоит обследовать конструкции дома. Второй, третий, четвертый подъезды, которые приняли на себя удар самолета, подлежат восстановлению. Уже завтра планируется принять решение, сколько продлятся восстановительные работы и когда к ним можно приступить.